Занятия по программе «Наследие сегодня» проводятся в очередной раз в рамках миротворческого лагеря «Поколение за мир». Первый раз он стартовал в 2011 году. Тогда Сочи принял свыше ста участников из России, Грузии, Армении, Азербайджана, Боснии, Герцеговины, Македонии, Сербии, Украины и других стран. Этот проект принадлежит его величеству принцу Фейзалу, члену МОК и создателю организации «Поколение за мир». Именно они являются руководителями этого проекта, а в самом проекте принимают участие огромное количество педагогов из лучших университетов мира. Из Англии, из США, из Канады. Вот как было на лагере. Я думаю, что на следующем лагере такое же будет, такое красивое сплетение научных кадров. Теперь делегаты, а это волонтеры, студенты Сочинского государственного университета, прошедшие обучение, работают вот на таких школьных площадках. И учат детей во время спортивных игр создавать бесконфликтную среду. Как работать в команде, как взаимодействовать, как можно детей научиться дружить друг с другом, как организовать свой активный досуг и так далее. То есть я считаю, что это уникальная программа, которая как раз останется у нас в городе в постолимпийском наследии. Потому что уже подготовлено в рамках программы 132 делегата по всему миру. Из них уже порядка 40 делегатов наших, и в том числе сочинских. Другими словами, ребята учатся быть дружными. Вот, например, все вместе они тренируются приветствовать сочинских олимпийцев. Пока не все получается, но на то она и учеба, чтобы научиться. Я добавляю свой опыт и беру богатый теоретический материал от иорданских специалистов, которые разработают этот модуль. А сегодня здесь мы проводим программу по работе с молодежью и детьми, как они живут в мире согласия через спорт. Заключительный этап программы «Наследие сегодня» пройдет в 2014 году во время проведения паралимпийских игр с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.